Два, один. Коллеги, встречаем. Кирилл Борисов, Booking.com, про то, как укращать зверей. Плашу вас. Итак, проверка задней ряды. Меня слышно? Передней? Отлично. Тогда начнем. Итак, здравствуйте. Меня зовут Борисов Кирилл, и я сегодня хочу поделиться с вами своим долговременным опытом внедрения тестирования на очень старых проектах, так называемых Legacy Code проектах. Почему я вообще хочу об этом поговорить? Мне уже 30, и у меня есть мечта, что когда-нибудь я буду работать над проектом, который начну с нуля, он будет сделан идеально, там будут тесты, структура, красота и пони с радугой. Но, к сожалению, уже больше 10 лет я работаю в этой индустрии на целой куче языков, и каждый раз этот чертов Legacy проект, я не знаю, это такая карма. Соответственно, у меня накопилось некоторое количество опыта и более, которым хочу поделиться с вами, чтобы боль у вас снизить, а вот опыта, возможно, прибавить. Давайте посмотрим, о чем же будем мы говорить в этом докладе. Будем говорить о том, как внедрять тестирование в Legacy Code, о том, как работать с людьми, с которыми придется работать дальше, как объяснить им, зачем вы это делаете, а главное, убедить их, что это надо сделать. Самое главное, что этот доклад вообще не претендует на статус абсолютной истины. Поневозможно, что каждая вещь, кто расскажу, абсолютно ошибочно. Пожалуйста, скажите мне об этом потом, когда у вас будет время. Я буду ждать. И повторюсь, цель – это сберечь вам нервы, потому что нервы, они не восстанавливаются, а боль, она только пребывает. О чем же мы не поговорим в этом докладе? Мы не поговорим о том, как, собственно говоря, писать тесты. Об этом уже куча статей, об этом куча книг. Пожалуйста, читайте их, применяйте их. Но об этом, к сожалению, здесь мы упоминать не будем. Я не выскажу никакого мнения о методологиях. Вам нравится ТДД, вам нравится БДД, да бога ради. Что угодно, лишь бы вам была польза. Конкретные библиотеки, опять же, это тоже вопрос вкуса. Кому-то нравится пайтест, кому-то с юнит-тестом хорошо. Кто-то изобрел, как обычно, свой велосипед. Пожалуйста, никаких проблем. Все принимаю, все понимаю. И мы не нарушим, постараемся, не нарушим никаких НДА. Они длятся долго, люди меня знают, а я знаю их. Это печально. Итак, давайте для начала определимся с понятиями. Что же такое legacy код? В моем понимании, legacy код — это тот самый код, который был написан два года назад, срочно, потому что фичу надо было внедрять, бизнес горит и все такое прочее. Legacy код — это когда вот этот процесс горения и внедрения фич вот прямо сейчас, он продолжается постоянно на протяжении, к примеру, десяти с лишним лет. Я видел такие продукты, и они представляют из себя таких, знаете, старых, побитых жизнью зверей, покрытых шрамами, которые представляют собой переплетенные благие намерения, которые столкнулись с жестокой реальностью. Они плохо поддаются тестированию, плохо поддаются поддержке, и работа над ними обычно приносит всего лишь печаль, боль и унижение. А также для наших целей он крайне сложен в тестировании. Как же бороться с такими чудовищами? Очень многие пытаются бороться как настоящий Дэн Кихота. Они берут просто копье из тестов и несутся со всей дури на эти мельницы. К сожалению, эти копья быстро ломаются, мельница так и продолжает вертеться, а люди, испытав расчарование, прекращают применять себя к этому направлению и продолжают дальше фигачить фичи, клепать формочки и работать в том же духе. На самом деле, к этому вопросу надо проходить организование. Начнем с того, что перед тем, как нестись куда-то на что-то, пожалуйста, подготовьте себя к этому. Подготовительный этап стоит, во-первых, из того, чтобы задать себе несколько важных вопросов. И важно начать именно с этого. Зачем вам вообще все это? Вы нормально себе работаете, вы клепаете фичи, вы делаете код. Может быть, вы хотите тщеславия, вы хотите, что вас похвалили, вы хотите, что вы сказали, какой он крутой программист, внедрил тесты. Но тогда вы после первого же успеха уже присытитесь и перейдете на что-то более интересное. Возможно, вам скучно, но тогда это еще хуже, потому что вы поработаете, пройдет пик радости, вы найдете плато применения, и вы опять же все это забросите. Идти в бой надо с намерением сделать жизнь лучше, принести себя в жертву от того, чтобы будущее стало немножечко светлее. С этим настроем задайте следующим вопросом. А вы вообще знаете, как это все делается? Вы писали хотя бы один тест в своей жизни? У вас есть какое-то понимание, как вообще подойти к этому вопросу? Если у вас этого нет, пожалуйста, возьмите тайм-аут, почитайте уже упомянутые книжки, статьи, напишите несколько тестов, такие, знаете, 2 плюс 2 равно 5 и все такое прочее. И вот уже с небольшим, минимальным хотя бы объемом знаний неситесь вперед. Чуть позже мы упомянем, почему это важно. Но главное, у вас вообще есть время на все это. Возможно, продукту сейчас нужны не тесты, возможно, продукту надо сейчас запуститься, иначе компания сгорит в огне стартапа. Возможно, у вас сейчас и так уже перегрузку взяли на себя слишком много, и вы просто выгорите. От этого не будет пользы ни компании, ни продукту, ни лично вам. Если вы утверждаете, что да, я все могу, я все знаю, и у меня есть на это время, отлично. Переходим к следующему шагу, к разведке местности. Во-первых, прежде чем нырять в глубины вашего legacy кода, попробуйте его для начала изучить. Изучите структуру проекта, поймите, какие части не используются никем уже более 5 лет, какие части постоянно модифицируются, какие части важны для бизнеса, какие, собственно говоря, ломаются чаще всего. Составив такую небольшую карту, вы также переходите к стадии зависимостей. Поймите, от чего зависит ваша система, какие источники данных используются, какие внешние сервисы дергаются. А главное, как они влияют на функционирование вашей системы. Что приведет, что уронит ее на колени, если она упадет. После этого не постыдитесь, сходите к пользователям и спросите, а как вы вообще используете наш продукт? Вам вообще что-нибудь от него нужно? Какая-нибудь из этих тысяч фич вы ее используете? Получив определенное представление о том, как вообще используется ваш продукт, какая вещь наиболее важна конечному пользователю, вы можете соответствовать свое усилие на том, чтобы, ага, я начну именно отсюда. Это принесет наибольший импакт. Итак, вы подготовились, вы обложились с бумажками, с накорябанными от руки схемами. Что же дальше? А дальше мы выходим на первый реальный раунд, на борьбу с вашей организацией. Потому что, как говорится, ад — это другие люди. А в частности, первое препятствие — это ваш менеджер. Да-да, тот самый человек, который, в общем-то, не слишком заинтересован в том, чтобы вам было интересно, хотя бывают исключения. Он просто хочет, чтобы пользователю было хорошо, чтобы деньги поступали, чтобы задачи выполнялись, спринты закрывались и так далее. Он, в общем-то говоря, не против того, что вы делаете, хотя может показаться иначе. Но с ним надо говорить на его языке. Вместо того, чтобы говорить, слушай, тест — это так круто, их нам надо внедрить. Скажите, что внедрение механизмов, обеспечивающих стабильность нашего продукта, позволит нам ускорить разработку, тем самым выполняя как можно больше задач в единицу времени и так далее. И это, на самом деле, абсолютная правда. Просто сказано немного иначе. Менеджеры привыкли видеть программистов, охваченных угаром очередного клевого механизма, очередного клевого инструмента. Но когда они видят, что программисты ведут себя как взрослые люди и действительно заботятся о продукте, заботятся о том, чтобы и менеджеру, в общем-то говоря, жилось хорошо, они более склонны к тому, чтобы довериться вам и вашему суждению. Очень хорошо помогает, если вы еще покажете некий тестовый образец. Какая-то часть, даже самая крохотная система, у которой уже есть тест, которая работает, которую можно сломать, показать, что он действительно что-то проверяет. И вы показываете, что вы понимаете, что вы делаете, что вы имеете представление о том, сколько это занимает по времени, как вы это будете делать, какие вам на это потребуются усилия, это вселяет уверенность в вас. А уверенность в вас со стороны менеджмента, это, можно сказать, самое главное. Потому что так или иначе, именно в их руках находится ваша судьба и судьба вашего продукта. Также неплохо помогает подсластить пилюлю тем, что вы скажете прописную истину. Люди охотнее идут на проект, на котором есть тест. Ну серьезно, это типа, во, проект с тестом показывает, что люди заботятся о качестве, что они там методологии знают, и т.д. и т.п. Помогает привлечь из стороны менеджера, это просто добавочный плюс. Часто именно это становится той маленькой драстиночкой, которую ломают спину верблюду. Но главное, не обещайте слишком много менеджера, это очень жадные до успеха люди. Менеджеры, они будут рады, если вы пообещаете золотые горы, но они и будут их ждать, они будут спрашивать с вас, и они будут обещать своему начальству эти самые золотые горы. И когда вы неожиданно подставите его тем, что скажете, ну, ты знаешь, ну как-то оказалось, что получилось меньше, чем мы задумывались, топор упадет достаточно быстро. Пожалуйста, не делайте так, мы заботимся о вас. Как только вы побороли менеджера и получили его поддержку со своей спиной, перейдите к следующему раунду, к коллегам. Коллеги — это, да, те самые люди, с которыми вы проводите большую часть своей жизни. И ты знаете, коллеги, которые работают на легоси-проектах, они имеют определенный склад ума. Легоси-проект — это обычно что-то, работа над чем, не доставляет особого удовольствия. Люди, которые оказались на этом проекте, часто ощущают себя брошенными на задворке судьбы. Можно сказать, они не состоялись как специалисты, программисты, все, что им могут доверить. Это вот это вот полыхающее, дышащее нечто. Главное — найти каждому подход. Надо показать, что вы разделяете их боль, что вы не хотите просто привнести какое-то разрушение в их привычный уклад жизни. Они уже отрешенно смотрят на то, что они каждый день делают одно и то же, одно и то же. Не надо их в этом разубеждать. Просто скажите, что вот это вот их одно и то же, одно и то же, с каждым днем станет немножечко лучше. Что процесс разработки будет немножечко быстрее. Что багов будет немножечко меньше, у них останется больше времени на то, чтобы обучить себя новым модным технологиям и уйти с этого проекта куда-то подальше. Конечно же, так не будет, но это хорошо помогает убедить их. Вы им не врете, вы слегка искажаете правду. Главное — будьте терпеливы, провести эмпатию, постарайтесь понять, что же ими движет, что им на самом деле нужно. Не пытайтесь сказать так. Мне лучше, знаете, стучать кулаком по столу и прочее. Никогда. Это неработа вызывает агрессию, это вызывает ответную реакцию, да что ты тут мне. Надо сказать, что я понимаю твою боль. Давай вот мы сделаем так, что вот эта часть системы, в которой постоянно работаешь, тратишь время, засиживаешься, она будет падать чуть меньше. Помоги мне в этом, протяните руку помощи, и люди пойдут вам навстречу. Но, к сожалению, так случается не всегда. Когда вы говорите с людьми сразу, всеми вместе, срабатывает куча механизмов, так называемых групп финка, когда люди смотрят вдруг, а что скажет вот этот вот человек, и радикальные какие-то изменения, часто ставки с тем, что люди пытаются сохранить статус-кво. Это может произвучать немножечко подло, но вы начинаете обрабатывать их по одиночке. То есть вы отвели, сказали, что ты знаешь, я уже поговорил со всей командой, и в принципе они меня поддерживают. Это действительно ужасно. Мне очень стыдно за то, что я тоже пользуюсь такими методами, но в случае, если вы встречаете, скажем так, сопротивление от лица всей команды, можно немножечко очернить свою душу ради светлого, как я повторюсь, будущего, в теории, светлого будущего. Но как только вы определились с коллегами, которые убедили менеджера, теперь надо составить, собственно говоря, план, как вы будете это делать, план на будущее. Необходимо составить так называемый план достижения отдельных вех, маустоунов. Что он из себя представляет? Вы ставите какой-то таймлайн, вы ставите какие-то определенные этапы, которые хотите достигнуть для этого таймлайна. К примеру, мы внедрили механизм, необходимый для тестирования. Мы покрыли тестами такую-то часть системы. Мы покрыли вот эту часть системы. Мы покрыли всю систему, покрыли соседние системы и так далее. На самом деле это звучит немножечко глупо, но это очень хорошо помогает, во-первых, держать вас на курсе разработки. Вы же не кидаетесь в разработку, не зная, чем это все закончится. Более того, вы сможете смотреть, мы замедлились, мы ускорились, что можно сделать, чего делать не стоит. А если вы еще сделаете результаты видимыми, к примеру, вы будете демонстрировать вашему менеджеру, что посмотри, как у нас растет график покрытия, как зелены наши тесты, как у нас стало уменьшить количество багов и времен закрытия этих самых багов. Это очень хорошо помогает поддерживать уверенность во всех и в вас самих, что мы движемся по правильному пути, что мир становится лучше. Но главное, я повторюсь, не выходите за рамки обещанного. Если неожиданно вы понимаете, что вы можете сделать больше, больше, еще больше, никогда так не делайте. Делайте ровно то, что вы пообещали, потому что, когда вы начинаете выходить за рамки обещанного, вы вступаете в неочерченную территорию, вы не знаете, где это закончится, где это начинается. А главное, вы по ней можете уйти в сторону от обещанного и менеджер скажет, какая замечательная тестовая система, которая размеров с наш продукт, только а как это нам принесло пользу? Почему вот эта вот часть системы все так же ломается? Почему у нас покрытие на уровне 5% от обещанных 70, к примеру? И так далее. Всегда оставайтесь в рамках обещанного. Ладно, мы разобрались с людьми, это было самое сложное. Переходим, собственно говоря, к нашему зверю, к машине, к нашей кодовой базе. Что же с ней, собственно говоря, происходит? С ней, на самом деле, происходит обычно известная всем история, что код писался без намека на то, что его когда-то будут тестировать, а он писался даже без намека на то, что у него есть структура. Соответственно, подступиться к нему сложно. Система даже не факт, что она запускается лишний раз, если ее запустить, к примеру, на непустой базе. Как правило, лекции системы, они написаны так и часто разрабатываются на уже заполненной базе, часто просто копии из продакшена, что почти вся бизнес-логика так иначе неявным образом надеется на то, что где-то есть какой-то кусочек данных. Какой-то алгоритм, который, как вы, конечно, понимаете, на самом деле зависит от того, что в какой-то таблице стоит ровно какой-то флаг, хотя он, может быть, уже в коде даже не используется. Но при этом каким-то образом влияет на состояние вашей системы. Тестировать в таком состоянии невозможно, потому как тесты, которые ломаются по принципу «сегодня подул ветер, тест стал красным», они не привезут никакой пользы. Тест должен четко говорить, если оно сломалось красное, если оно работает зеленое. Когда поведение системы недетерминировано, зависит от кучи факторов, это крайне сложно. В таком случае пригодится подход на часть чистого листа. У вас есть какие-то базы данных? Обнулите их. У вас есть источники данных? Просто срежьте все, что есть. Конфиги минимальные. И вы пытаетесь запустить вашу систему. Я вам практически даю зарок, что система не запустится. Хорошо, система не запустилась. Смотрите, на что она ругается. Не хватает одного объекта? Добавьте его. Запустили. Система не запускается. Повторяйте эти итерации, пока у вас не получится, что система запустилась. Она пустая, но она работает. И вот с этого чистого листа уже можно писать какие-то тесты. Потому что чем меньше сайд-эффектов, вызванных данными в вашей системе, тем проще ее тестировать. После того, как вы опустошили источники данных и зафиксировали объекты, можно переходить к следующему шагу. Ад — это, как я уже говорил, зависимость. То есть другие люди, но зависимость — это тоже ад. Прикиньте, ваш код может вызвать внешний API. Ваш код может обращаться внешним сервисом. Более того, у меня в практике было, что код вообще стучался в базы данных, напрямую в базы данных других продуктов. То есть вы даже не знаете, что это такое. Вы не знаете, кто их поддерживает, кто их использует. Соответственно, тестировать это все невозможно. Когда состояние системы не зависит от вас самих, это, мягко говоря, затруднительно. Чаще всего это еще и бывает в такой форме, поскольку мы программировали, как мы помним, в спешке, код вызовов разбросан по всей базе. Что же делать в таком случае? На самом деле подход достаточно простой. Просто консолидируете доступ к этим зависимостям в одном каком-то классе аксессоре и подменяете его в тестах на mockv-объект. На самом деле это не так просто, как звучит, потому что один тот же сервис может называться в пяти местах четырьмя разными методами. Один биотечка request, другие suveral lib и так далее и тому подобное. Главное потратить время, засуществить рукава и немножечко порефакторить. Да, я понимаю, что без тестов это сложно и боязно, но мы понимали, что это просто не будет. После того, как мы разобрались в зависимости, время снова взглянуть на нашу любимую базу данных. Как мы уже говорили, она пустая, сферическая база данных в вакууме. Нам хотелось бы добавить какой-то объект, которым взаимодействует наша бизнес-логика. И мы неожиданно понимаем, что, опять же, когда мы разрабатывали на скорую руку, объекты ссылались один на другой, не было какого-то представления о структуре, модели данных, и вот эти грозди взаимосвязанных объектов свисают с вашей органически развивающейся системы. Это печально и достаточно трудно преодолеть. Более того, не совсем даже понятно, с чего, собственно говоря, начать. То есть у нас есть, к примеру, объект, интерфейс, описывающий сетевую карту на машине. Но при этом этот интерфейс ссылается на объект сервера. Объект сервера ссылается на объект, к примеру, ресурсов дата-центра. Объект дата-центра ссылается необъяснимым образом снова на интерфейс, потому что надо было делать какой-то отчет, и так было проще всего. Откуда начать в этом случае? Постарайтесь найти так называемый got object, объект, которого зависит больше всего в системе. На него обычно больше всего обратных ссылок, на нем больше всего полей. Его использует практически каждая функция. Взяли его, попытались создать его в тесте, у вас ничего не получилось. Вы смотрите, ага, я пытался создать этот объект, но у него есть зависимость. Как мне создать эту зависимость? И вот так потихонечку итеративно, проходя рекурсивно по зависимостям, вы потихонечку восстанавливаете вот этот вот got object. И на какой-то момент у вас возникает именно минимально необходимый набор кода для того, чтобы этот объект создавался, и он был применим в бизнес-логике. Отсюда уже можно начинать тестировать. К сожалению, иногда так не получается сделать. Что же нам остается в данном случае? Придется взять скальпель и просто-напросто резать структуру базы данных, попытаться отрывать связи между объектами. На этот момент хорошо бы иметь уже хоть какие-то тесты, хотя бы самые минимальные, потому что уже очень боязно. Но иногда приходится делать это самому на свой страх и риск. Но помните, что это опять же ради светлого-светлого будущего. После того, как мы разобрались с объектами, из базы данных, и мы морально готовы писать какие-то тесты, очень сложно понять вообще, какие тесты я начну писать. Как вообще пишутся тесты в данном случае? Создать уверенность и понять то, как подойти к вашей системе, поможет методика, которая пришла к нам на самом деле из мира электроники, так называемое дымовое тестирование, смоук-тесты. Что они из себя представляют? Когда инженер-электроничек собрал какую-то схему, тут спаял, тут прифигачил, он берет и включает ее в розетку. И, собственно говоря, смотрит, ага, вот тут пошел дым. Хм, что-то я здесь делаю не так. Он, может быть, не понимает, что там какой-то сигнал, какой-то уровень чего-то не хватает. Он понимает, что вот отсюда пошел дым, и эта часть взорвалась. Надо посмотреть внимательнее. Смок-тесты в случае, примеру, обыкновенного веб-интерфейса или обыкновенного веб-сервиса представляют собой просто. Я кинул запрос, мне пришло 200 ок. Даже не факт, что бизнес-логика отработала нормально. Главное, что ничего не взорвало, что не пропустит никакой импорт, что процесс тестирования не пропустили никакого важного объекта. И, как ни странно, уже даже проход вот этого самого запроса, он уже вам покажет, что ага, у вас покрыта такая-то часть кода. Она выполнилась, и она выполнилась правильно. У вас уже есть процент покрытия. Прикиньте, а вы всего лишь бросили один запрос. И такими небольшими смок-тестами по основным участкам, которые используются вашими пользователями, вы уже образуете какую-то основу. Вы вскроете какие-то проблемы, которые не заметили в подготовительной работе. И уже это будет неплохое начало, уже это что-то, что можно показать. Вы можете сказать, вы знаете, у нас на проекте есть тесты. И вы даже не соврете сильно. После того, как вы сделали максимально всеохватывающие смок-тесты, которые на самом деле представляют себе простой запрос, вы можете приходить к конкретике. Но нельзя прямо так взять и кидаться к юнит-тестам. Вернее, зачастую просто не получится. Юнит-тест подразумевает, что у вас есть какие-то небольшие части системы, которые можно тестировать автономно друг от друга. Давайте признаемся, когда мы работаем проектом, который пять лет писать с людьми, которые не хотели работать над этим проектом, обычно это представляется из себя. Я вот просто здесь добавлю if, или вот тут у меня я просто функцию добавлю, копию вот этой вот функции, и оно будет работать. В таком случае необходимо для начала прийти к компромиссу, используя так называемые интеграционные, функциональные тесты. То есть в случае, к примеру, повторюсь, нашего сферического веб-сервиса в вакууме, достаточно кидать запросы к end-поинтам, уже запросы какие-то имитирующие определенные случаи бизнес-логики, и смотреть, получилось, прошло или нет. Уже смотреть на ответ. То есть вы как бы тестируете так называемый черный ящик, не понимая, что происходит внутри, и вы смотрите. Я кину черному ящику запрос с такими-такими-то параметрами, он мне ответил так, как я ожидал или нет? Ответил, замечательно. Если нет, смотрим, что же там не так. Такие тесты, они очень соблазняют тем, что в принципе они уже приносят пользу, и зачем нам дальше рефакторить какие-то юнит-тесты? Я же просто пишу функциональные тесты, функциональные тесты. Но они должны быть средством, а не целью. Просто по той причине, что функциональные тесты, они обычно задействуют много механизмов в вашей системе, много различных компонентов, работающих друг с другом. И это достаточно затратно по времени, затратно по времени выполнения. А тесты должны проходить быстро. Иначе вы состарите. И будет такая ситуация, известная по комиксу XKCD, что а почему-то занимаетесь фигней. А у нас тесты проходят. 20-минутный проход теста, отлично повзгонять за пивом, кофе или так далее. Так делать не надо. В идеале функциональные тесты даунгрейдятся до юнит-тестов, хотя мой слайд говорит иное. Не верьте слайду, верьте мне. Итак, мы написали тесты. Прикиньте, ура, отлично, это вехо пройдено. Мы хлопаем друг по плечу, но что же дальше? Где вообще прогонять эти тесты? Здесь подходит вопрос того, что придется интегрировать существующие процессы. А существующий процесс – это обычно нечто святое, какая-то святая корова, где люди знают, что надо прийти на такой-то сервер, запустить ровно такую shell-команду, которая запустит деплой ровно на такие сервера. Если ты дунешь, оно все упадет. Да, возможно, придется вмешаться в эту святую ритуал. Для начала, правда, попробуйте сделать так, чтобы тесты вообще запускались и прогонялись локально на машине разработчика. Разработчику важно иметь фидбэк, разработчику важно, чтобы он сделал изменения, он запустил тест, и тест прошел. Отлично, я сделал еще изменения, тест прошел. Если, повторюсь, тесты будут занимать по 20 минут на каждый тест-ран, разработчик в какой-то момент перестанет их запускать, потому что это меня тормозит. Мы здесь не для того, чтобы тормозить, мы здесь для того, чтобы ускорить процесс за счет того, что он становится безопаснее. Но в то же время нельзя давать полностью на лодку коллегам то, что они запускают тесты, потому что, как я уже говорил, людям доверять нельзя. Если вы используете JIT, к примеру, вы можете сделать такой трюк, что перед тем, как код будет отправлен в репу, у вас будет срабатывать препуш-хук, который будет прогонять тесты. Если тесты сломались, то, соответственно, извини, в репу это не попадет. Чем меньше в репе сломанного кода, тем репа чище, тем будущее светлее. Конечно, люди могут это обходить, люди будут пытаться это обходить, людям, может быть, даже нужно это обходить. Но хотя бы у людей будет мотивация, люди хотя бы будут говорить, да, я вот обошел этот хук, потому что надо было по той и по той причине. И если они будут говорить, что мне было лениво, или, ты знаешь, мне это никогда не нравилось, это повод снова поговорить с этим человеком. Возможно, снова поодиночку, возможно, всей командой. Возможно, я оставлю это на вашу фантазию. Ладно, хорошо, мы не даем коду попасть в репу, но давайте посмотрим правде в глаза, он там однажды окажется. В этом случае мы используем проверенный уже десятилетия метод. Мы интегрируем тесты в CI. То есть как только коммит попал в CI, по нему должны прогоняться тесты. Должна быть возможность посмотреть, что ага, наш транк, наш мастер, наша ветка, она зеленая, ее можно деплоить. Но надо понимать, что люди тоже не будут смотреть на это. Поэтому имеет смысл строиться еще и в процесс деплоя. Сделайте так, что процесс деплоя, кода, который сломан, или у которого еще не прогнались тесты по какой-то причине, он был максимально затруднительным, он был максимально, вы знаете, неприятным. То есть публикуете сообщение, типа такой-то человек решил сломать все и отправил код на продакшн. Или он не знает, что делает, или у этого нет стыда. На самом деле это ужасно. Всегда обращайте, никогда не стыдите других людей. Но как бы оставьте напоминание, что вот именно этот человек сломал продакшн. Просто для истории. Поможет, поможет, да. На самом деле это сделано скорее для того, чтобы люди начали писать код просто по той причине, что им будет быстрее деплоя, если код будет работать нормально. Это знаете, это как у вас камешек попался в ботинки. Вы, конечно, можете кидать с камешком в остаток дня. Но скорее камешек выкиньте, чем будете страдать. Через страдания к светлому будущему. Ладно. Final boss. Ребята, самая сложная здесь, это борьба на самом деле с самим собой. Потому что все остальные вещи непреодолимы. Их можно переложить на других людей. Но вы и только вы остаетесь своим самым главным врагом в этом случае. Во-первых, будьте готовы. Путь впереди будет казаться бесконечным. Просто бесконечным. Вы можете чешить себя, что у вас есть таймлайн, что вы придерживаете каких-то сроков и прочее. Но каждый раз как будете смотреть на вот эти вот объемы кода, которые лежат перед вами, вы можете начать терять надежду. Можете расстраиваться и впадать в отчаяние. Не надо так. Пожалуйста, подготовьте. Помните, что вы делаете это не для себя. Вы делаете это для других. Вы делаете ради того, чтобы жизнь стала лучше. Также надо быть готовым к тому, что сопротивление будет неизбежно. Будут саботажники. Будут люди, которые будут писать тест, который на самом деле ничего не проверяет, но при этом увеличивает покрытие. Будет такое, что люди будут пытаться подговорить других людей, что зачем нам все это, давайте бросим тесты. Боритесь с этим. Проводите просветы личности, проводите какие-то дискуссии, спрашивайте, вас все устраивает или нет. Никогда не идите на конфликт, но пытайтесь понять, что же их расстраивает, и исправите. Работайте вместе с ними. А также надо понимать, что даже при всем при этом, в идеальном случае, все равно все пойдет не по плану. То есть, скорее всего, выяснится, что тот инструмент, который вы выбрали для реализации ваших тестов, где-то уже на втором месяце интеграции, он на самом деле не особо подходит. Вы неожиданно поймете, что какой-то случай нельзя протестировать в принципе. Такое бывает. Это вас также может расстраивать. Но это случается. Просто пытайтесь каким-то образом обойти это, оставить это на будущее. Главное, не отчаивайтесь. Отчаяние – это ваш самый главный враг, и он встречался не слишком часто на этом пути. Никто не гарантирует успех, кроме вас самих. Ладно, хорошо, мы разобрались с мотивацией, давайте теперь промотивируем других. Показывайте пример. То есть, очень часто есть такое желание, что это мое, моя прелесть, я буду писать эти тесты, я буду поддерживать эти механизмы, я самый лучший программист, который лучше всех это знает. На самом деле, это очень плохая карма, потому что, во-первых, давайте потом праде глаза. Если вы не будете, к примеру, писать тесты сами, применяя свои собственные техники, тестируя свои собственные нововведения, конечно же, ничего не будет работать. Просто потому что, если вы не пишете тесты, остальные не пишут тесты, тестов как бы и нет. Но при этом, если только вы пишете тесты, только вы знаете, как все это работает, только вы знаете, как все это починить, люди просто перестанут доверять тестам, или они будут из разряда, ну там, тесты упали, что я их чинить буду? Вон сейчас вот придет Кирилл, он вот, собственно говоря, это все зачинит, тут тест или там код. Такого тоже не надо. Проводите тренинги, помогайте людям. У тебя упали тесты, чувак, давай я тебе помогу разобраться. Никогда не чините это за них. Пусть они тоже будут заинтересованы в том, чтобы получить новые знания и применять их. Плюс, опять же, пример, у вас собьет автобус. На всех однажды собьет автобус. Это как бы основная опасность нашей работы. И вот сбил нас автобус, отыграл панихид, а людям надо тесты чинить. И хорошо, если они будут знать, как это делать. Помните, никто не вечен, а вот коллеги, может быть, проживут дольше. Улучшайте свои механизмы тестирования. Если эти коллеги проживут дольше, чем вы, хорошо бы, чтобы их жизнь была лучше за счет того, что ваши механизмы быстрее, выше, сильнее. Чем быстрее прогоняются ваши тесты, тем чаще их будут запускать. Чем чаще запускаются ваши тесты, тем больше пользы они приносят. Ускоряйте, ускоряйте, ускоряйте. И может быть, когда-то однажды люди соберутся помянуть вашу память и скажут, вы знаете, вот он запустил этот процесс, и оно стало лучше, быстрее. И вот тесты прогоняются за секунду. Я их применяю каждый раз, буквально на каждый чих. Я делаю, на каждую букву у меня прогоняются тесты, им хорошо. И вы знаете, это, наверное, вам будет приятно. Хотя вы, конечно, этого уже не узнаете. Повторюсь, делитесь знаниями. Повторюсь, автобусное число – это реально не шутка. Люди, бывает, даже не умирают, люди, бывает, переходят в другие отделы и умирают для вашей команды. Скажем так, они переходят в другую работу, они становятся сыроедами, они становятся вегетарианцами. Это реально, например, жизнь на самом деле. А что делать? Поэтому старайтесь делиться знаниями. Вы никогда не знаете, что с вами случится потом. Вы никогда не знаете, что случится потом с этими людьми. Пусть они тоже делятся знаниями со своими коллегами. Пишите документацию. Да, это больно. Да, неприятно. Уходит много времени и очень зануда, но пишите документацию. Потому что знания, передаваемые устным путем, имеют свойство исчезать, когда рот закрывается и звуковые волны покидают ваши уши. Соответственно, прислушивайтесь также к критике. Потому что, давайте по своему правде глаза, я тоже не совсем во всем здесь прав. И вы никогда не будете правы во всем, что вы делаете. По мне может быть, что вы с затуманенными глазами будете делать какую-то штуку, которая со стороны видна как абсолютно бесполезная трата времени, и это будет объективно. Прислушивайтесь к этому. Пожалуйста. Главное в этом вопросе взаимодействие с другими людьми. Эти люди зачастую вам тоже могут сказать что-то хорошее. Но, повторюсь, доверяйте, но проверяйте. Проверяйте тест, как они будут жульничать. Одна из самых частых проблем с внедрением тестирования в каких-то проектах, не только в Legacy, но даже в настоящих, в новых. Люди делают на отстаньте. Они пишут какой-то тест, который один тест на один модуль, он прям трогает всю систему, но пользы от этого никакой, потому что ничего не проверяет, но покрытие практически 100%. Вау. Спасибо, чувак. Ты мне очень помог. Не надо так делать, поэтому контролируйте их. Мягко, но настойчиво. На этой ноте я задам главный вопрос. Если у вас какие-то вопросы, я вижу, руки тянутся. Пожалуйста. У нас есть аплодисменты. Этого я не ожидал, но... И вопросы. Спасибо за доклад, Кирилл. Очень бодро и интересно. Я поддерживаю твой крестовый поход. Я тоже верю, что рано или поздно нас ждут где-то в лучшем месте 72 юных красивых программиста девушки. И у меня вопрос больше про макеавеллийской части, по то, как манипулировать руководством и твоими коллегами, поскольку ты наверняка встречался с активным сопротивлением руководства по поводу того, что нет, товарищ, не трать время на эту чепуху, потому что рая не существует, а ад – это мы и ты в хорошей компании. Мог бы ты какие-нибудь лайфхаки по приобщению руководства про то, что на это стоит тратить время, и какие результаты это может принести чуть-чуть поподробнее. Спасибо. Есть очень хорошая, на самом деле, методика. Повторюсь, начальству важны не вы, не ваш код, не даже пользователям важны деньги. Ну, или альтруистам важен импакт. Соответственно, вы говорите, что, смотрите, вот у нас система лежала 5% из нашего стопроцентного SLI. Почему? Потому что часто ломается часть системы. Почему? Потому что очень часто, к примеру, коммитятся вещи из разряда YOLO, я буду тестировать на продакшене. Либо же, к примеру, там очень часто попадаются ошибки, либо какие-то алгоритмы настолько сложные, чтобы всем понимать, как он действует. Вы говорите, мы теряем на этом столько-то времени разработчиков, которые стоят столько-то денег. Мы теряем на это, к примеру, столько транзакций, которые принесли нам столько-то денег. Давайте поговорим на языке, как бы понятном вам. Соответственно, и они уже увидят, что ты, на самом деле, повторюсь, заботишься не столько о том, что какая новая красивая игрушка, а продукт-то надо двигать вперед, чтобы я с тобой, чтобы мое начальство стало богаче. И вот уже из этого появляется общий интерес. Когда есть общий интерес, появляется стимул к общему решению проблемы. Это реально помогает. С коллегами на самом деле не манипулирование, а скорее нахождение какой-то общей боли и стремление к ее разрешению. Я повторюсь, здесь важно не столько преодолевать, сколько обходить, находить понимание, находить взаимодействие. И это, на самом деле, самая сложная часть. Я поэтому здесь не упомяну никаких технических деталей, типа библиотечка и прочие. Библиотечки и прочие – это все мелочи. Вот самое сложное – это найти взаимопонимание. И вот, наверное, у вас с этим будут проблемы. Но это бывает. Вперед, я вас верю. Прежде чем мы зададим следующий вопрос, я напоминаю, что те, кто участвует в розыгрыше шлепов виртуальной реальности, да, там вот где-то разыгрываются шлемы виртуальной реальности в 16.25. Подойдите, пожалуйста, к ним. Там будет торжественное вручение призов. Следующий вопрос. Спасибо большое. Боль, страдания. Пустил слезу. Продолжая тему манипуляции, как избежать вообще перевода на Legacy проект? На самом деле, как аргументировать свою позицию, что я туда не хочу? Вы, да, не очень хотите? Вы, да, очень не хотите, но это я ничем вам не могу помочь. Очень часто это, на самом деле, показатели уверенности менеджмента в вас. Очень часто такие проекты бросают действительно две категории людей. Либо совсем зеленые, которые только пришли, еще не успели понюхать жизни, у них есть энтузиазм, заинтересованность. Я так и пришел на свою первую работу. Это было странно. А вторая категория – это уже более опытные люди, которых верят, которые могут реально зарешать, которые починят ценой своей жизни, но починят. Это уверенность в ваших силах и скиллах. К сожалению, вопрос с критерием того, как вас выбирают, это что-то, чем я вам могу помочь, или с чем даже вы сами себе можете помочь. Все в руках начальственных. К сожалению, вы можете мотивировать, что больше пригодите на другом проекте. Вы можете показать ваши скиллы, но точно так же вы можете их случайно замотивировать, оставить вас на этом проекте, поддерживать, потому что такой крутой специалист, но он не бросит проекты и все такое прочее. Извините, тут я вам ничем не смогу помочь, но я буду верить в вас. Коллеги, вопрос в бакет-части. Там ведь был вопрос? Был. Ну серьезно. Хорошо. Вперед. Кирилл, спасибо за доклад. Такой вопрос по поводу ревью. Насколько он помогает или решает часть вопроса, которую ты озвучил? И другое, было ли такое, что ты приходишь, нету тестов и нету вообще процесса ревью кода? Отвечу на первую часть для начала. Ревью действительно помогает, потому что, во-первых, это позволяет вам, если особенно вы ведете обучающий процесс, вы можете контролировать его качество. Например, вы им недавно объясняли вот такую-то библиотеку, какую-то методику, они все так же пишут по-старому. Вы к ним приходите и спрашиваете, а что же тут, собственно говоря, тебе не нравится? Почему ты не используешь вот этот кусок знаний, он здесь пригодился? Второе, чем помогает ревью, это действительно люди стараются писать код лучше, стараются писать больше тестов, чтобы показать. Опять же, есть тщеславие, что мы хорошие, мы вот прям, я лучшего знаю, мои тесты лучше всех. Иногда на этом можно играть, но в целом, наверное, скорее не стоит. Что касается второй части вашего вопроса, да, я так приходил, да, тесты внедрились, да, они крутятся, CI, DEPLOY и прочее. Это действительно возможно, и можно сказать, это побудил меня вот этот опыт написать этот доклад. То есть не надо отчаиваться, действительно, даже если нет процесса тестирования, даже если CI, а током нету, если код деплоится, Ctrl-C, Ctrl-V, всегда возможно внести улучшение. Вопрос только, конечно, в цене. Именно поэтому подготовительная часть играет такую роль. Во-первых, это стоит очень больших усилий, готовы ли вы их вложить. Если вы готовы их вложить, есть ли у вас понимание того, как это надо сделать, и уже с этим всем вы идете дальше по этапам. Обрабатываете людей, обрабатываете код, обрабатываете результаты. Вот, соответственно, я не могу, к сожалению, показать, повторюсь, конкретные примеры NDA, не стекло еще по очень многим проектам, но надо сказать, что то удовольствие, которое вы получаете, когда вы открываете дашборд, на котором все тесты зеленые, это вот ни с чем не сравнимо. Главное, резюме смотрится вообще хорошо. Отлично, я бы даже сказал. Да, просто меняйте цветовую схему, чтобы по фейленной тесты зеленые были вот. Светататство! Давайте последний вопрос. Спасибо за доклад. У меня немного вопрос будет все-таки о написании. Как все-таки лучше, скажем так, мокать объекты? Если мы тестируем некую фичу, и мы не хотим заморачиваться на создании объекта тестового пользователя, например, а мы хотим использовать метод из нашего кода. Все-таки что лучше, использовать метод из кода, чтобы создать этого пользователя, или же фейковый объект? Вы знаете, в этом случае я склонюсь скорее к фейковым объектам, потому что ваш код, который вызывает природа создания этого пользователя, он может в свою очередь преднести дополнительные сайд-эффекты. Повторяю, вызывая этот метод из вашего кода, вы по сути увеличиваете количество кода, которое тестируется. А в тестах зачастую важно минимальное воздействие с минимальным результатом, который можно проверить. С одной стороны, то, что вы типа трогаете больше кода, это хорошо, кавердж улучшается. С другой стороны, представьте себе, что вот у вас есть готовое состояние. Вы, например, меняете одно поле, вызываете одну функцию, проверяете ее результат. Если же по какой-то причине, к примеру, у вас сработала какая-то волшебная функция в методе создания пользователя, который проверяет, что сегодня 14 февраля по этому пользователю будет другая аватарка, это может неожиданным образом сказаться на вашей бизнес-логике так, как вы этого не ожидаете. И да, вы, скорее всего, это отловите, отлаживая тест, но, опять же, это лишнее потраченное время, вполне возможно незамеченный сайд-эффект. Скорее всего, этого лучше избрать, но это лично повторюсь мое мнение. Мой опыт показывает, что минимальное воздействие приносит наибольшие результаты. Спасибо. Коллеги, еще раз аплодисменты. Спасибо.